Согласно официальным данным, торговый оборот между Азербайджанами России за 10 месяцев текущего года снизился на 5%. Но стороны абсолютно уверены, что в ближайшей перспективе удастся восстановить объёмы взаимной торговли и продолжить тренд на её повышение. И здесь форум «Азербайджан-Россия. Экономическая дипломатия и стратегия партнёрства» может сыграть не последнюю роль. Сегодня начинается новая страница не только Азербайджана, но и всего региона. Наш уважаемый президент Ильгам Геннадьевич Алиев уже несколько раз выступал и говорил о том, что это создаёт большое окно возможностей для развития всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и станут на путь нормального экономического взаимодействия, то, конечно, это будет большая польза для всего региона. Если раньше основными задачами, стоящими перед странами, были снятие торговых барьеров и ограничений, то в настоящий момент Азербайджан и Россия сосредоточены на крупных логистических проектах регионального значения, выстраивании цепочек добавленной стоимости, развития технологий и производства. Мы реально ждём увеличения нашего товарооборота. Здесь речь идёт об экспортных, конечно же, об импортных операциях. И, конечно же, наши отношения между государствами уже были связаны. Это, я думаю, залог стратегических отношений, дружба между главами наших государств, что мы получаем от всего такой позитивный импульс. И вот именно в этом русле всё у нас хорошо получается. С учётом жёсткой экономической турбулентности деловые круги опасались 2020 года. Опасения себя не оправдали. Безусловно, показатели по объёмам торгового оборота меньше, чем в 2019 году, но и выше, чем в 2018 году. Поэтому у сторон есть основания полагать, что вне зависимости от каких-то катаклизмов торговый оборот между Азербайджанами и Россией будет динамично расти. То есть все двери открыты, очень благоприятный климат экономический. Нам отрадно наблюдать большой поток желающих из регионов Российской Федерации. Безусловно, сейчас, как ранее мои коллеги сказали, мы все перешли в онлайн пространство, но это нам не мешает проводить практически еженедельно видеоконференции с регионами Российской Федерации. Сегодня среди перспективных направлений, на которых Азербайджан и Россия концентрируют усилия, оценка потенциала и принятие плана действия по увеличению экспорта плодовощной продукции, принятие плана действия по увеличению наиболее перспективной аграрной продукции, экспорта промышленной продукции и изучение совместных предприятий и производства в Азербайджане. Наряду с торговыми отношениями имеется большой потенциал сотрудничества в области инвестиций и инноваций. Министерство экономики Азербайджана и России подписали проект дорожной карты в сфере цифровой экономики.